Молодые и талантливые. Третий этап творческого социально ориентированного проекта для детей стартовал. Покорять своим вокалом жюри и гостей мероприятия собрались около ста мальчишек и девчонок из Минска и Минской области. Проект «Супер-пупер-дети» создавался с целью дать возможность социально незащищенным категориям детей творчески развиться на профессиональном уровне и наравне, так сказать, выступать на лучших сценах наравне с обыкновенными детьми. Первый этап или кастинг для участия в конкурсе проходил с 20 декабря по 15 января. На втором юных артистов готовили к основному дню их маленькой минуты славы. Педагоги совершенствовали вокал и хореографию подопечных. Некоторые таланты нас поразили и на самом деле многие из них могли бы идти в искусство более высокое. Дети от 5 до 17 лет исполняли популярные песни на разных языках и оставляли на сцене все силы. Нелегко пришлось и тем, кто оценивал маленьких артистов. Выбрать лучших из столь большого числа талантов задача непростая. Председатель жюри Ирина Дорофеева отметила, что участие в таком конкурсе положительно скажется на дальнейшей творческой судьбе ребят и поделилась с ними парочкой советов. Даниэль 8 лет, но он уже не первый раз принимает участие в подобных конкурсах. Песню исполнял на украинском языке, доверился выбору родителей и преподавателей. Там можно что-нибудь спеть, но показать свой голос можно. В том, что дети исполняли песни, как говорится, вживую, сомневаться не пришлось. Для этих еще совсем юных артистов после окончания конкурса все только начнется. Лауреаты получат годовую стипендию на занятия вокалом и хореографией. К слову, в дальнейшем организаторы планируют расширить географию мероприятия и сделают его международным.